Добрый день. Как сказала моя подруга, мозг начинает функционировать с момента рождения и до того момента, как вы собираетесь выступать публично. Но будем надеяться, что это не про сейчас. Меня зовут Кристина. У меня двое детей на семейном образовании. Старшей дочери у меня 9 лет и сыну 6. Мы, несмотря на то, что по факту это третий класс, но мы занимаемся с ней уже лет 6, наверное, уже давно. Поэтому учимся вместе. Я инициатор сообщества, родители детей на семейном образовании. И мы тоже уже пятый год учимся вместе, поддерживаем друг друга, встречаемся иногда. И дружим, и поддерживаем. Когда я готовилась к этому семинару, то мне предложили рассказать, например, как перейти на семейное образование. Но на самом деле это очень скучно рассказывать, как переходить на семейное образование. Потому что для этого просто нужно захотеть написать в министерство образования бумажку в свободной форме о том, что я хочу перевести своих детей на семейное образование. И все. На самом деле это очень просто и занимает один день. Если у вас, например, дети в школе, и вы хотите их забрать, вы можете просто прийти, забрать личное дело и прикрепиться к какой-нибудь другой школе, которая берет детей на семейное образование, или какой-нибудь платформе, например, Центр поддержки семейного образования, и сдавать там аттестации раз в год. Либо еще вариантов масса на самом деле. И это не так сложно. Но, если честно, я бы хотела поговорить не про это. Про то, что более важно и о том, что поможет вам принять такое решение, как забрать детей со школы из привычной ситуации и перевести их и себя в совершенно иную ситуацию. И вот эта причина, по которой мы это делаем, вот именно она является важной, и именно она является тем вопросом, которым я бы хотела сегодня с вами поделиться. Вот давайте очень-очень быстро такой вот вопрос. Здесь, я думаю, все родители. Верно? Да. И вот Бог дал нам всем детей. И зачем он это сделал вообще? То есть какова наша цель как родителя? Вот буквально пару ответов. Кто-нибудь может мне сказать? Вот зачем? Воспитывать. Супер. Вставить на путь. Познакомить их с Господом. Да, да, и вы совершенно правы. Вот. Я не думаю, что кто-то действительно думает, что Бог дал нам детей, чтобы они научились складывать или вычитать. Ну, понятно, что наши цели того, что у нас есть дети, они гораздо, гораздо больше, они гораздо шире и гораздо глубже. Вот. И так как у нас семейное образование, то вот мы как бы и начнем с образования, вот родителей. И мы сегодня с вами, когда будем говорить про СО, можно, да, буду сокращать так проще, вот, мы с вами, ну, и начнем вот учиться, потому что семейное образование подразумевает обучение и детей, и родителей. Вот. И поэтому мы с вами сегодня для того, чтобы разобраться с семейным образованием, будем использовать такой инструмент образования, называется «Пять топосов Аристотеля». Это просто группы вопросов на самом деле, которые сформулировал еще там давным-давно Аристотель, и мы вот с вами будем их использовать. Это удобно. Итак. И начнем с определения, с того, что же такое семейное образование. Может быть, есть у кого-нибудь версии? Что это такое вообще? Один-два варианта. Спасибо. Как вы думаете? Да, то есть это у нас, когда… Спасибо. СО, да, это когда родители у учителя. Хорошо. Может быть, еще есть версии? Что такое семейное образование? Дома, да? Да, семейное образование — это когда у нас дом. Да? Может быть, еще? Наташа? Что такое семейное образование? Супер. Ответственность родителей. Да, да. Индивидуальное образование. Да. И вы совершенно правы, потому что любой ответ будет верным. Да, это такой, потому что вопрос такой. Но, конечно же, у всех, да, у нас может быть свое, как бы, личное видение. Но я бы хотела также поделиться с вами тем, что такое семейное образование, как я это вижу. Вот. И для меня семейное образование — это возможность. Возможность, в первую очередь, образовать, да, то есть слово «образование», да, оно очень похоже со словом «образ». Образовать детей в образ Христа. Да, семейное образование для меня — это возможность научить детей разбираться в своем собственном сердце, понимать, что происходит внутри них для того, чтобы они осознали свою нужду вообще в спасителе. И также для меня семейное образование — это возможность научить детей думать, постигать и провозглашать мудрость, истину, благо и красоту. Это, ну, такие сложные слова, но если продумать каждый из них, то мы действительно поймем, что это так и есть. Вот. Также семейное образование — это норма. Это историческая норма, которая на самом деле на протяжении всей истории человечества, отцетворения, она была вообще в обществе. То есть это не то, что такое для маргиналов, знаете, но это то, что было всегда. То есть школа в привычном нам понимании существует совсем недолго, типа около 150 лет, что ли. То есть это прусская система, которая помогла немцам выиграть войну в XIX веке, но вряд ли эта система, она хорошо подходит нам сейчас для наших целей. Вот. И также еще семейное образование — это семья. То есть семейное образование — это действительно часть семьи, и это то место, где рождаются нормальные человеческие ценности. Когда дети общаются со своими родителями, со своими значимыми взрослыми, тем самым мы даем детям пример, и дети могут вырасти. Потому что когда дети по большей части общаются со своими сверстниками, что происходит в школе, то это как слепой ведет слепого. То есть если дети общаются с детьми, они не могут вырасти, потому что просто это не получается. То есть, конечно, они вырастут физически, но мы же хотим больше всегда и самого лучшего для детей. Так. И теперь это у нас был топос определения. Давайте я напишу. Теперь следующий топос — сравнение. Давайте сравним семейное образование. Ну, с чем будем сравнивать? Наверное, со школой, конечно, да? Хотя можно сравнить и с анскулингом, и с другими еще вещами. Я в конце дам вам такую ссылочку, где вы можете перейти на пост, где будут все вот эти вопросы, именно вопросы. И вы можете потом сами просто подумать над этим, обсудить это еще раз у себя, в своей семье, сами с собой и сами для себя еще ответить на эти вопросы. Но пока я чуть-чуть направлю вас в этом. Вот. Может показаться, что семейное образование, ну, ты практически что как в школе, только дома. Ну, взял школьные учебники, взял какие-то онлайн-уроки, ну, как бы сиди, делай. Но на самом деле семейное образование, оно может быть гораздо больше этого, гораздо интереснее, гораздо глубже, и оно может совершенно иметь другие результаты, чем просто вот школьные уроки. Потому что когда родители пытаются сделать школу дома, то есть взять учебники, уроки, ну, все то же самое просто сделать только дома, обычно это, ну, как бы это не мой опыт, да, это опыт множества семей, потому что, ну, как бы я общаюсь с большим сообществом семейников, и все в один голос говорят, что это такой достаточно тупиковый путь, потому что очень быстро устают дети, родители. То есть это очень сложно, это скучно, и это плохо очень влияет на отношения между родителями и детьми, потому что все напряжения просто находятся все время. Вот, и если мы сравним семейное образование и школу, то тогда мы можем сравнить это так, как семейное образование, это будет реальное образование, потому что, ну, как бы как можно получить, ну, тройку, вот, ну, ты получил тройку, окей, но на семейном образовании ты не можешь получить тройку, ты просто либо знаешь, либо, ну, не знаешь. То есть, а если ты не знаешь, ну, выучи, ну, или там узнай, или разберись. То есть вы не будете удовлетворены дома тройкой. Вы будете продолжать и продолжать общаться со своим ребенком до тех пор, пока он не поймет вот это, не разберет. Поэтому на выходе на семейном образовании, скорее всего, если мы будем усердны, если мы будем с любовью вообще относиться к нашим детям, а мы, скорее всего, так и будем делать, то ребенок получит реальное образование. В сравнении со школой, где по большей части, к сожалению, существует формальный подход. Тройка, ну тройка, ладно, как бы дальше пошли. Дальше если сравнить семейное образование, школу, то семейное образование — это больше чуть-чуть про воспитание, а школа — это про академическую часть. Конечно, когда дети на СО, как мы чуть-чуть выше сказали, что действительно мы заботимся об их образовании, но также мы заботимся и об их воспитании. И мы уделяем иногда даже ущерб академической части, мы заботимся об их воспитании. Очень часто бывают ситуации, когда у меня ребенок говорит, ну не хочу я вот там делать или там ручки кидать. Ну такое бывает, да, даже у детей на семейном образовании. Но и тогда я останавливаю все занятия и обращаюсь к ее сердцу или к его сердцу. То есть когда ребенок при мне, когда я вижу его в течение всего дня, я могу видеть, где он недоволен, где ему что-то не нравится, где он там что-то делает через силу или через такой, через бунт. И тогда я могу обратиться к нему и заняться его воспитанием, заняться тем, чтобы его сердце сейчас осознало в том, что он грешник и ему нужно обратиться к Богу, ему нужна помощь, помощь от Бога. Если я просто физически не вижу этого ребенка, если он где-то там в школе, то тогда это сложно сделать мне. И еще, если сравнить семейное образование, школу, то семья – это как бы семья – центр жизни, против того, что общественное место – это центр жизни. То есть Бог создал семью, а не школу или там коллектив. Бог семью создал. И поэтому, когда мы оставляем детей с собой дома, это помогает им осознавать, что главное в их жизни – это семья. А не там коллектив. Следующий наш топос – это отношения. Отношения или еще по-другому – это причина и следствие. Причина и следствие, то есть почему, в чем причина выбора семейного образования. У нас у всех могут быть абсолютно разные на этой причине. Кто-то может хочет в Португалии жить летом, зимой, и вот он не может в школу ходить. Отличный повод, кто хочет так делать. Но вы можете тоже подумать потом о причинах, по которых вы хотели бы это сделать или уже сделали. Это всегда помогает нам вообще держать фокус. Но я хочу поделиться с вами тем, почему я это выбрала для своих детей. И у меня есть две главные причины. Первая – я хочу сохранить со своими детьми привязанность. Привязанность – это такой термин, который обозначает то, что этот ребенок, он ориентирован на меня. То есть я не могу воспитывать первого попавшегося ребенка. То есть если я сейчас возьму Наташиного в ребенка и начну его воспитывать, я сильно сомневаюсь, что он будет меня слушать. Потому что с чего вдруг. Но когда это мой собственный ребенок, и у меня есть с ним вот эта привязанность, то тогда я могу осуществлять и воспитание этого ребенка, и, соответственно, его образование. Если ребенок открыт к контакту с именно конкретным вот этим вот значимым для него взрослым, то тогда все становится просто. Мне просто обращаться к сердцу. Мне просто его мотивировать. Он с радостью слушает меня. Но секрет не в том, что мы там делаем, а в том, кто мы есть для ребенка. То есть если я являюсь значимым взрослым, хотя я же вроде его мама, ну, конечно же, я значимый взрослый. Но, к сожалению, происходит так, что ориентация на ровесников и ориентация на взрослых — это такой термин, это конкурирующие привязанности. Они не могут быть одновременно. То есть нельзя идти направо и налево. Поэтому я просто когда читала книгу об этом, я тоже вам дам потом ссылку на книги, я поняла сама себя, почему я в подростковом возрасте, например, вела себя так, а не иначе. Почему я, ну, как бы пытаясь, вроде я хорошая была девочка, я хотела слушать родителей, но я не могла этого делать, потому что вот эта привязанность к ровесникам, то есть она, ну, это была такая жизненно важная вещь. То есть просто чтобы выжить в коллективе, приходилось вот обращаться туда, но это мешало очень мне быть привязанной к моей собственной маме. Хотя у нас хорошие отношения, там все дела. То есть в принципе отношения между сверстниками, они не являются противоестественными или плохими. С этим все в порядке. Проблема в том, что дети стали оказывать решающее действие на друг друга. То есть они как бы стали воспитателями друг друга. И вот проблема именно в этом. Иногда нам кажется, ну, как бы, ну да, а что такого? Просто потому, что мы сами в этом выросли. То есть мы сами выросли, будучи ориентированы на ровесников. Я сильно сомневаюсь, что среди нас есть те, кто вырос на домашнем образовании, и мама такая готовила завтрак, обед и ужин нам, короче, и заботилась о нас. Нет, нас все мамы за ручку отводили в детский садик, а потом в школу, как бы, и ходили на работу. Вот. И вторая причина, да, почему, да, вторая причина, почему я выбираю семейное образование, потому что главное — это сердце. Сказано в Писании больше всего хранимого, храни сердце, потому что из него источники жизни. То, как ведут себя дети, ну, и взрослые, ладно уж, что там, зависит от того, чем наполнено наше сердце. Вот. То есть нам не нужно менять поведение ребенка. Да, вот он там не хочет писать, а мы его заставим. Вот. Нет, нам нужно менять отношение, да, нужно к сердцу обращаться и разобраться, а почему вот он так себя ведет. Но если мы опять, если мы не видим его, как мы можем это узнать? Дети не слушаются, сопротивляются, бунтуют, обижаются из-за гордости, возмущения обособленности, самодостаточности, стремления к самоуправлению. Они просто грешники, такие же, как и все мы. То есть проблема, она не в окружающем мире, и она даже, о, она даже не в школе, а проблема детей вообще в них самих и в их сердцах. И наша задача, она в том состоит, да, чтобы научить детей видеть вот эти свои ошибки, видеть, да, свою нужду в Боге. Мы уже говорили об этом, но это важно, поэтому мы снова и снова возвращаемся к этому, чтобы научить их обращаться к Иисусу. Но никто не может быть более щедрым на милость, чем тот, кто сам нуждается в милости, правда? Когда дети дома, то не только из детей вырастают зрелые люди. Зрелые люди вырастают также из родителей, потому что мы, когда дети дома, мы начинаем замечать свои недостатки. Мы недостаточно дисциплинированы, мы перекладываем ответственность на других, мы недостаточно образованы, инфантильны, нам очень легко там на кого-то что-то спихнуть. То есть когда дети дома, то мы совершаем свое спасение. И Бог, наш Отец, когда мы воспитываем детей, Он воспитывает всех людей в этой комнате, нас в том числе. И это у нас была причина и следствие семейного образования, что зрелые люди рождаются как раз, и зрелые и дети, и взрослые. Недавно я прочитала фразу, которая заставила меня остановиться надолго. И я сидела и размышляла о ней. Семейное образование — это трудно, но это сделает вас лучше. Следующий топос — это топос обстоятельства. Или еще по-другому контекст. Это вопросы из серии «возможно или невозможно», что может нам помешать и так далее. И вот давайте чуть-чуть поговорим об этом. То есть в привычном нам понимании учебный процесс построен вокруг ребенка. То есть вот у нас есть в центре ребенок, и вокруг него такие предметы крутятся, разные там школьные, которые по сути с собой не связаны никак друг с другом. То есть у нас история географии в отдельных кабинетах. Это отдельный учитель, короче. То есть они вообще никак не соединяются. Но то, насколько успешно ребенок обучается, мы можем оценивать, исходя из его умения механически воспроизводить информацию в предписанном государственном объеме. То есть вот он тесты там пишет, или, например, читает учебник, который… Я совершенно недавно осознала это, что учебник — это информация уже переработанная. То есть она структурирована, все выделено курсивом, жирным шрифтом. То есть в принципе можно вообще не думать. И наше задание в основном — это ответить на вопросы в конце учебника. То есть найти вопросы и найти ответы в тексте. То есть для ребенка 7-8 лет нормальное задание, окей. Но если тебе 17 уже, и ты продолжаешь заниматься вот такими вещами, то тут большой вопрос, каково качество твоего образования. И вот такой способ учения, как мы привыкли, как мы сами учились, как предлагает современная школа, не дает возможности ученику научиться читать. Да, он может соединять буквы в слова и даже их произносить, но вдумчиво читать сложный, непереработанный текст и извлекать из него смыслы. Эта задача реально не под силу большему количеству студентов, которые уже прошли школу и дошли до уровня вуза, например. Такой способ обучения не дает возможности детям научиться, к сожалению, писать. Они могут буквы выводить на бумажке, но представьте себе студента, который способен с легкостью написать, аргументированное с выражением своего мнения и с аргументами, например, правильно структурированное, красивое эссе. То есть если у вас есть такие дети, Наташа, ты не считаешься, то скажите мне, ты тоже не считаешься. И также такой способ учения не дает возможности ученику научиться говорить, потому что я буквально на днях услышала, что, по-моему, в школе играли выступление у доски вроде бы. И в принципе вот эта ситуация, когда у ребенка нет комфортной ситуации, в которой он мог бы выступать. То есть он не может поделиться своим мнением, своими мыслями. И вообще, если честно, не очень много желающих услышать его мнение. Ну как бы есть вопрос, просто ответь то, что там в учебнике написано и распрощаемся с тобой. То есть никому не важно, о чем он на самом деле думает. И также такой опыт, такой способ обучения не дает ребенку научиться задавать вопросы. Все вопросы давно заданы, и они в конце параграфа. Но то, что мы сейчас с вами делаем, мы сами задаем себе вопросы. То есть школа не позволяет нам научиться этому. И тогда мы переходим, мы находимся все еще здесь, в обстоятельствах к тому вопросу, а как осуществить тогда семейное образование? Как тогда я справлюсь? Ну, то есть да, это все, мы все согласны, все понятно, там все плохо, а делать-то что? Что теперь делать? Тогда, кроме того, что мы с вами наверняка отлично усвоили урок в школе, есть такая книга одного школьного учителя американского, она называется «Фабрика марионеток». Если вы хотите, потом можете почитать. И он пишет там о том, какие уроки действительно люди выносят из школы. И вот один из этих уроков, он называется так, «Я не справлюсь без специалистов». Кто думает, что он не справится без специалистов? Вот я совершенно в этом убеждена. И мне много-много требуется усилий над собой для того, чтобы избавиться от этой установки в своей голове. Нам кажется, что мы не можем дать образование своим детям, потому что нужна же армия специально обученных людей, человек 30 как минимум, которые могут научить нашего ребенка чему-то там. Давайте тоже разбираться. Вернемся к определению чуть-чуть и разберемся, что такое быть образованным. Это на самом деле, это значит любой предмет, любую сферу знать на трех уровнях. Давайте возьмем другой маркер. На трех уровнях. На уровне грамматики. Сейчас я вам расскажу, что это такое. На уровне диалектики или логики. И на уровне риторики. Что же это за страшные звери такие? Уровень грамматики на самом деле это все просто. Это просто факты. То есть, когда мы хотим ответить себе на любой вообще вопрос, начиная от задачи, поезд проехал из пункта А в пункт Б, за сколько часов, или если мы хотим сделать ремонт во втором здании церкви, не имеет значения, то есть нам сначала нужен уровень грамматики, а нам нужны факты. То есть если мы обращаемся к нашей задаче для примера, то есть для грамматики нам нужно знать, что такое скорость, что такое расстояние, что такое время, что такое метр в секунду, в чем это все измеряется. То есть просто факты. Уровень диалектики или логики это способность объяснить, почему это взаимосвязи между этими фактами. То есть, например, для того, чтобы осуществить диалектику, нам нужно знать, как связаны скорости расстояния, как сюда приделать время, как метры в секунду перевести в километры в час. То есть это не просто у нас факты, а когда мы реально понимаем, как эти факты мы друг с другом связываем. И третий — это уровень риторики, когда мы можем объяснить своему младшему брату, бабушке, папе, кому угодно, как мы решили эту задачу. И также сюда входит, допустим, если мы хотим оформить эту задачу, как-то там в тетрадке, так, чтобы это было понятно, красиво, аккуратненько, и чтобы также мы могли с помощью этого кому-то это объяснить. На самом деле такой способ обучения с помощью грамматики, диалектики и риторики это как бы не новая история. Это способ учения, который применяется уже тысячи лет. Он был заложен еще в 2-3 веке до нашей эры. Платон, Сократ, наверняка вы слышали о этих парнях. Он назывался Пайдея, и он воспитывал человека, который прекрасный физически, душевно и умственно. Потом Александр Македонский благополучно завоевал весь тогдашний мир, который был. был, да, и он распространил эту Пайдею, этот стандарт образования по всей империи своей. И в том числе он среди евреев тоже распространил эту Пайдею. И тогда, во времена Христа, все образованные люди, элита вообще, они имели такое образование. То есть апостол Павел был римским гражданином, он имел вот это образование греческое. Поэтому это на самом деле очень близкая нам история, это классическое христианское образование. Потому что потом в средние века блаженный Амгустин, он придумал такие понятия, как тривиум и квадривиум. Наверняка вы слышали о них, это семь свободных искусств. И вот первые три, тривиум, это с латыни переводится три пути. Это как раз и есть грамматика, диалектика и риторика. Это основа образования, которые должны были обладать все свободные люди того времени. И так как три пути, то есть эти пути, они должны куда-то везти. И как вы думаете, куда нас ведут наших три пути? Это же христианское образование, друзья. Конечно, они ведут нас ко Христу. Поэтому как же нам осуществить семейное образование? Мы можем использовать классическое образование, которое использует люди уже давным-давно, очень долго. Потому что факты, когда просто уровень грамматики, то есть то, что происходит в школе, это обычно уровень грамматики, то есть с первого по одиннадцатый класс. То есть в школе на диалектику и на риторику обычно никто не переходит. Но когда у нас просто факты, это такой уровень попугая. Это не ругательство. Дороти Сейерс, это писательница, она была другом Льюиса, Толкиена из той тусовки. Она написала эссе, которое называется «Утраченные инструменты учебы». Она поделила детей на три возраста. Возраст попугая — это до 12 лет возраст спорщика, 12-14 — возраст поэта, то есть уже от 15 лет. И вот как раз возраст попугая — это дети до 12 лет. И хорошо выходить из возраста попугая и отправляться дальше. И грамматика без диалектики и риторики дает нам ситуацию, когда люди не способны применить свои знания к реальной жизни. Ну да, мы там что-то в школе решали, а теперь попробуй приложить это к чему-то, что окружает тебя. Обычно такая реакция. В смысле, как это разве связано? Я тоже помню ситуацию про то, что где-то в университете на первом курсе у нас был предмет риторика, и мы благополучно сдали экзамен по нему. И где-то уже к концу пятого курса или уже потом, уже лет через сколько-то, после университета, я вдруг это вспомнила и подумала, надо же, а может быть, можно было применять то, что я там узнала, например, при защите диплома. Даже в голову не пришло. Что может мне вообще помешать? Осуществить семейное образование. Мысль о том, что я же не специалист, а где же там 20 лет учения в университете, чтобы учить детей. Но мысль, которая повергнет вас сейчас просто. Слава богу. И знаете, я могу свидетельствовать о том, что это действительно так. Я не специалист, но есть специалисты, которые написали книги, и эти книги можно прочитать. Книги, которые написаны о семейном образовании, не только книги, которые написаны о классическом образовании, но просто в принципе любые книги. Книги по физике, книги по литературе, книги по русскому языку, какие угодно. Сейчас то, что есть вообще там просто количество ресурсов для семейного образования, оно просто приближается к бесконечности. То есть если вы не поняли какую-то тему, ну замечательно, открыли на Ютубе, разобрались пять минут. Если мы ожидаем от 9-14-летнего ребенка, что он должен понять вот эту тему, например, неужели же мы взрослые люди, но как бы не разберемся. А если нам кажется, что мы не разберемся, то может быть тогда и нет смысла ожидать от школы, что они и его, ну как бы раз нас не научили, то почему они его должны научить? И что же еще нам нужно сделать? Нам нужно хранить и беречь внутреннюю мотивацию. Вот дети, когда рождаются, их не нужно вообще заставлять спрашивать, то есть ребенок там три года, что это, 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 мам, почему, 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 почему. Это вот мам, ну то есть вот 6 лет у меня сыну, то есть вот это мам, я слышу в день, ну я не знаю, раз, наверное, тысячи три. То есть мам, мам, мам. То есть он все хочет рассказать, все хочет показать, ему все интересно. Вот. Ну как бы не нужно заставлять его там, ну давай вот мы с тобой заинтересуемся вот этим вопросом. Нет, ему и так все интересно. Внутри него заложено Богом любопытство, любознательность. Он хочет мир познавать. И нам очень важно эту мотивацию внутреннюю хранить, беречь, потому что это любовь, любовь к чтению, любовь к запоминанию. Когда ребенок любит читать и любит запоминать, то тем самым мы набираем грамматику, набираем факты. Возьмите библиотеки, 30 разных книг, поставьте их на полку. Это поможет ему любить узнавать. То есть не учебники. В учебнике иногда мне кажется, что это какая-то пережеванная информация, когда уже кто-то поел. На самом деле скук смертный читать учебник. Возьмите книгу, которая интересна, классна, здорово написана, где есть какие-то истории, где есть какая-то живая книга, и тогда это будет интересно. Любовь, чтобы вот это набрать, нужно иметь любовь к математике, потому что математика — это как раз то, что вот этот язык математический, он позволяет создавать вот эти связи. Мозг работает отлично. Сейчас я удивлю вас. Любовь к латыни, классическое образование без латыни никуда. На протяжении всего, всей истории классического образования латынь изучалась всегда. И я вам скажу, что это не для того, чтобы там… Не обязательно читать там Цицерона в оригинале, но это так же, как математика. Она поможет просто мозгу очень сильно развиваться, потому что она очень здорово… То есть этот язык, который построен так, что без логики невозможно понять ничего. Я как-то пробовала переводить какое-то предложение, там типа «не дело из мухи слона». Вот есть такая латинская такая фраза. И пока я не перевела последнее окончание, я не смогла понять, что там написано, какой-то бред. Поэтому он очень логичный и язык, который помогает именно мозгу развиваться. И что еще вот сюда, да? Любовь к беседам, друзья. Общайтесь со своим ребенком, разговаривайте с ним, потому что образование происходит во время беседы, во время обсуждения чего-то. Дайте возможность обсудить. Прочитали какую-то книгу, не оставляйте его одного вариться с этой книгой. Обсудите, поговорите с ним. И сюда, как взять риторику, это сохранить и возгревать любовь к письму. То есть писание – это лучший вид внутреннего диалога, когда мы разговариваем сами с собой. И также практика риторики – это просто обучение других, более младших, маму, папу, как угодно. И тогда у нас будет то, что делает человека образованным. И мы сами можем использовать это, когда нам нужно узнать все, что угодно. И на самом деле мы это используем. Если мы хотим узнать, как печь блины, то сначала мы делаем грамматику, мы узнаем, что для блинов нужны яйца, молоко, мука, сахар, соль. Для диалектики мы понимаем, в каком порядке их надо смешать. И для риторики, когда мы рассказываем нашей доченьке, как испечь блины, мы используем это каждый день. Это то, что заложено и создано Богом. То есть это процесс познания, который мы и так используем каждый день. Очень здорово, если мы будем использовать его и действительно для обучения. Как уничтожить мотивацию? Может быть, это немного жестковато, но так и есть на самом деле. Надо разбудить его утром пораньше, где-то в 5.50. Не кормить его завтраком, засунуть его в автобус какой-нибудь или машину холодную, куда-то его отвезти, бросить его там одного на большое количество времени. И потом, чтобы он там просил разрешения в туалет и кушал по расписанию. И потом мы таки удивляемся. Что это дети не хотят учиться? Вы попробуйте сами представить себя просто в коллективе чужих вам людей, с которыми вас ничего не связывает, кроме территориального признака. Это примерно как такой хороший пример, что представьте, что вы живете в подъезде, в квартире, и вам нужно каждый день со всеми вашими соседями в подъезде проводить по несколько часов в день и какой-то вопрос обсуждать. И каждый день, 6 дней в неделю вы со своими соседями что-то делаете вместе. Так обычно не бывает. То есть обычно мы… У нас не такой большой на самом деле круг общения. И мы связаны с этими людьми какими-то интересами, какой-то общей задачей, даже если мы на работе. То есть у нас там есть задача, мы работаем на эту фирму, или там наши друзья, и мы с ними, нам какие-то общие интересы. Поэтому в принципе вот эта вся ситуация, нахождение ребенка среди 30 совершенно чужих для него людей, она не является ситуацией, которая комфортна для личности. Потом мы уже с вами приближаемся к концу, поэтому то, что просто несколько еще важных вещей. 4 часа в день – это то, сколько мозг способен комфортно воспринимать учебу. Если 6 часов в день, то уже как бы уже плохо. Если 8 часов, то уже прям совсем плохо. То есть уже лучше вообще ничего не делать, чем 8 часов учиться. Слишком тяжело, мозг не справляется. И получается там с 9 до часу мы там поучились, ну или там если не можем с утра, там ночью-то во второй половине дня, но остальное время оставьте их в покое. Пусть они сами узнают то, что им интересно, что-то читают. Ну практически, практически во всяком, да. То есть понятно, что если ему нужно там подготовиться к экзамену какому-то, то да, понятно, что там, то есть есть какие-то там, не знаю, месяц-два, когда вот ему надо, допустим, к ЕГЭ подготовиться, понятно, что там он больше времени учится, но в целом, да, в целом, то есть просто это наиболее эффективно. На самом деле этого времени достаточно, чтобы вот сделать самое важное. То есть есть принцип классического образования, что лучше меньше, да лучше. То есть как бы не пытайтесь охватить все, возьмите немножко, но разберитесь в этом хорошо. То есть можно решать задачу, можно там 50 задач нарешать, а можно решать одну, два часа, вот, но разобрать ее с этой стороны, с этой, с этой, с этой, с этой, для того, чтобы понять, как это все устроено, чтобы произошла диалектика. То есть вы даете, получается, детям основы, да, вы даете им умение писать, умение читать, умение считать. Остальное они набирают сами, у них есть интерес к познанию мира, но при этом они видят, что они во мне безразличны. Они видят, что вы принимаете участие в их жизни. Их интерес к образованию тогда сохранится. И это, ну, вот это образование, это естественно. То есть, ну, вы же научили их там, не знаю, заправлять постель, зубы чистить, одевать штаны. На самом деле образование это не сложнее. Вот. Но если они будут с вами, и они будут при вас, и они будут в вашем сердце, вы сохраните их души и отношения с ними. Что, как мы с вами, когда вначале, да, когда мы отвечали на вопросы о том, что, да, зачем Бог нам дал детей, да, уж не для того, наверное, чтобы они ЕГЭ получили, да, сдали ЕГЭ, там, или аттестат у них был на одни пятерки. Для того, чтобы заниматься их воспитанием, чтобы привести их ко Христу, чтобы обращаться к их сердцу. Это инструмент, который вы можете использовать для того, чтобы действительно вы могли сполна выполнять вашу родительскую задачу. Вот. Еще буквально пара слов, что важно. Важно это голодная информационная среда. Заберите у них телефоны. Это сильно поможет учебе, потому что это называется паразиты внимания. Вот. И если у них есть свободный доступ к гаджетам, это реально сильно снижает мотивацию. Ну, просто это такой как бы совет, то есть бывалых эсошников. Вот. И режим дня хоть какой-то, чтобы они понимали вообще, как вообще, что происходит. Ну, такой, то есть не в смысле, что там по звонку, ну, просто так примерно. Вот. Помогает с атмосферой и с дисциплиной. И самое последнее, да, там последнее предложение. Это последний топос, топос свидетельства. Это из каких представлений о мире исходит это свидетельство, должны ли мы доверять мнению большинства и так далее. И вот буквально два местописания. Все испытывайтесь, хорошего держитесь. Это 1 Фессалоникийцам 5.21 и Коринфянам 15.33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И вот знаете, вот мы с вами вот уже 42 минуты говорим про семейное образование. Мы еще ни разу не сказали с вами про физику, химию, биологию, английский. И мы даже ничего не сказали про социализацию. И мы не сказали практически ничего про ЕГЭ. Потому что семейное образование, оно не про это. Оно про то, что гораздо глубже. И любая ситуация, которой мы сталкиваемся, вот в нашей учебе, она не так страшна, когда мы понимаем, почему этот ребенок с нами дома. Тогда мы можем справиться со всем, с чем угодно. И знаете, хочу поделиться с вами свидетельством, что такое семейное образование для меня. Это вот как в Матфея 13 главе, 45-46 стих написано, что подобно царство небесное купцу. И вот я хотела бы чуть-чуть поменять и сказать, что подобно семейное образование купцу, который ищет хорошую жемчужину и, найдя одну драгоценную, пошел и продал все, что имел, купил ее. Это настолько ценно для меня, что я готова платить любую цену за это. Потому что это позволяет мне сохранить отношения моих детей и их сердца. Спасибо. Спасибо. Спасибо.